Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами побеседуем об основных приемах ухода за садом и нашими плодовыми растениями в июне месяце. Нужно сказать, что зимний сезон был очень удачный и для плодовых, и для ягодных, а также для вредителей и болезней. Они все прекрасно перезимовали. А установившаяся прохладная погода в мае месяце, которая переходит сейчас на июнь, очень способствует развитию болезней. А вредители, которые все перезимовали, начали активно размножаться в наших садах. Поэтому сейчас очень важно не упустить такой момент, как защитить наши деревья, наш сад от этих зловредных организмов. Нужно сказать, что многие ягодные кустарники уже потихоньку пододвигаются к своему созреванию и применять на них различные серьезные пестициды уже запрещено. Поэтому на клубнике, на смородине, на крыжовнике обращаем внимание в первую очередь на препараты биологические, либо контактные, которые легко смываются. Мучнистая роса на крыжовнике способна извести на ноль все наши старания. Сейчас очень важный момент, чтобы предупредить провести профилактическую обработку от этого опасного заболевания. В этом нам помогут такие препараты, как ПСК, коллоидная сера, которые отрицательно действуют как на возбудителей болезней, так и на различных клещиков, которые в этом году, кстати, тоже активно размножаются в наших садах. На яблонях и на грушах после цветения необходимо провести защитные обработки от таких вредителей, как пилильщики, различные листовертки, листогрызущие жуки, на груши разбушевался грушевый трубковерт. Этот жук славится тем, что занимается строительством своих гнезд прямо на деревьях. Подкусывая молоденькие листики, он сворачивает их в такие сигарообразные трубочки, которые уродуют вид нашего дерева, лишая его законных источников питания, фотосинтезирующих листиков. В каждой такой трубочке лежит 2-3, а то и больше, яйца этого жука. Выведшиеся из них личинки активно поедают листики, чем наносят еще больше ущерб. Если ваши деревца небольшие и вы обнаружили такие свернутые листья, можно ограничиться просто срезанием этих листьев и их уничтожением. Не стоит бросать их в компост. Ведь личинки, съев листики, спокойно окуклятся, а на следующий год выйдут из куколок взрослые жуки и пойдут вредить дальше. Лучше их уничтожить, закопав глубоко, сантиметров 20 и больше в почву, откуда ни одна личинка не выползет, либо сжечь. На деревьях начинает в такую сырую влажную погоду размножаться парша. Обязательно обработайте свои сады препаратами, фунгицидами от болезней, грибковых болезней листьев, от парши, от мучистой росы, от различных пятнистостей. Если сейчас вы проведете эту обработку, то вы надолго сохраните их здоровье, буквально до следующей обработки, уже через 3-4 недели. Что можно использовать? Если погода стоит прохладная, лучше использовать контактные препараты, такие как бордосская жидкость 1% или азофоз на яблони на груши. Если же погода стоит теплая, то можно использовать и всем известные препараты, такие как скор или райок. Они имеют одинаковое действующее вещество. Топаз, лунотранквилити и другие. Хорошо справляется с этими болезнями и всем известный хорус, который славится тем, что способен работать при температуре от плюс 6 и выше. Поверьте, использование химических средств защиты – это не прихоть. Это один из способов уберечь здоровье нашего сада, сохранить свой урожай качественным и здоровым. Но использовать эти препараты нужно строго по инструкции и в строго определенные периоды времени, чтобы они не накапливались и своевременно выводились из растений. И тогда вреда для нас будет минимум. Что нужно еще обратить внимание? Дело в том, что установившаяся в апреле, мае прохладная погода весьма нетипична для этого периода времени. Низкие температуры приводят растения в состояние стресса. И им необходима поддержка, им необходима помощь. Какая же помощь? В первую очередь, это нужно поддержать иммунитет растений. Как и у животных, у человека, у растений есть свой иммунитет, который помогает им своими силами справиться со всеми болезнями, с вредителями, с климатическими всеми перепадами и происшествиями. Это такие известные биостимуляторы, как Экосил, НВ-101, Эпин, разработанный у нас в Беларуси, которые помогают, подстегивают естественный иммунитет растений. И они гораздо легче справляются со всеми неприятностями, которые выпадают на их судьбу в этом сезоне. Следующий момент – это использование микроэлементов при подкормках. Микроэлементы для растений – это практически то же самое, что витамины и биологически активные добавки для нас. Без микроэлементов растение не может нормально осуществлять фотосинтез, производство различных нужных ему веществ, которые потом понадобятся и нам. Поэтому в такие важные моменты, как завязывание нового урожая, формирование и налив завязи растениям нашим плодовым и ягодным особенно важны подкормки, которые включают в себя как макроэлементы – азот, фосфор и калий, так и микроэлементы, в особенности магний, кальций, цинк, медь. На медь следует обратить внимание тем, у кого участки расположены на торфяниках. Дело в том, что торфянистые почвы очень бедны медью, из-за этого страдает все растение. Многие из моих читателей присылают мне часто фотографии растений, где четко видны признаки минерального голодания. Чаще всего, конечно, это магниевое голодание, иногда медное, иногда цинковое. Во всех этих случаях помогает справиться простая внекорневая подкормка растений. Какие препараты можно использовать, какие удобрения? В первую очередь это кристаллон, это кемира, это эколист. Внимательно осмотрите свои растения. Если вы видите, что их листья имеют светло-зеленый, а то и хлоротичный, такой желтоватый оттенок, если по краям началось пожелтение или, не дай бог, отмирание тканей, между жилок появились промежутки светлой ткани, рост слабый, побеги тонкие, это четкие сигналы, что растениям сейчас очень нужна ваша поддержка, подкормка. Разводим удобрения согласно инструкции производителя и обрабатываем при помощи опрыскивателя всю листовую поверхность. Желательно это сделать с утра или вечером, в бессветренную погоду, чтобы растение успело поглотить своими листиками все витаминчики для них, которые вы нанесли. И поверьте, уже в течение одной-двух недель вы увидите четкий, ясный результат своей работы. Влажная погода способствовала тому, что в наших садах активно размножилась тля. Она не просто высасывает соки из растений, она серьезно их ослабляет, уродует их побеги. Не секрет, что многие видели пузырчатые листья на красной смородине, свернутые буквально в узелок побеги черной смородины, или яблонь, скрутившиеся листья на вишне, на черешне. Это все дело рук такого маленького насекомого, как тляв. Теперешняя погода очень благоприятна для развития этого вредителя. И наша задача помочь растениям с ними справиться. Если вы видите, что до созревания урожая осталось совсем немного, а тля вовсю бушует, вы должны ограничиться только биопрепаратами, либо народными способами борьбы с этими вредителями. Например, используя фитоверм или битоксибацилин, аверсектин, аналог фитоверма. Либо такие народные приемы, которые вполне действенны при небольшой заселенности, как мыльный раствор, который обязательно должен подаваться из запрыскивателя сильной струей, чтобы не просто смочить, но и даже смыть частично этого вредителя. Это настой трав, тысячелистника, красного перца, ботвы, помидор, других растений. Табачная зола, кстати, очень хорошо помогает. Если же до созревания урожая еще есть более трех недель, вы можете применять и химические средства защиты, такие как актора, карате, эфория, децис, искра. Помните, что применять их нужно строго по инструкции, и тогда, когда вы видите, что только-только появились первые колонии тли, в таком случае она не успеет нанести серьезный ущерб растениям, вы ее уничтожите и на долгие недели обеспечите здоровье и благополучие в вашем саду. На деревьях, на яблонях, на грушах сейчас можно заметить, как будто замершие бутоны. На них лепестки покоричневели, они даже не разошлись, они остались на месте. Если вы аккуратно снимете такую засохшую шапочку из лепестков, вы обнаружите под ней одного очень важного вредителя нашего сада и огорода. Цветоед. В этот момент он еще находится на деревьях, и если вы успеете провести обработку своих яблонь инсектицидами системного действия, то вы не позволите цветоедам уйти в почву, окуклиться и на следующий год выйти вновь, чтобы нанести ущерб. Если же вы приверженец биологических средств борьбы с вредителями, то следует привлечь в сад как можно больше мелких воробьиных птиц, таких как различные синички, поползни, грехвостки, мухоловки. Эти птицы, выкармливая птенцов, вылавливают огромное количество вредителей из нашего сада. Для того, чтобы привлечь этих птиц в наши сады, необходимо обеспечить им в первую очередь это места для гнездования, а во-вторых, если погода стоит сухая, это удобные поилки, где птицы могут попить воды. В таком случае они обычно держатся в этом саду очень и очень долго, регулярно очищая сад и от цветоеда, и от тли, и от различных гусениц, пяденец, листоверток и прочих вредителей. Многие справедливо замечают, сначала ты обрабатываешь от насекомых, потом ты обрабатываешь от болезней, потом нужно загружать опрыскиватель растворимым удобрением. Это же столько усилий, это столько работы, это время, опрыскиватель довольно тяжелый. Выход есть – это приготовление баковых смесей. Этим активно пользуются в промышленных садах, и мы тоже можем этим пользоваться. Дело в том, что подавляющее большинство препаратов, которые мы используем для защиты от болезней, от вредителей, они совместимы друг с другом. То есть, согласно инструкции, вы можете в одном опрыскивателе развести препарат для борьбы с насекомыми, препарат для борьбы с болезнями и добавить туда же необходимое количество, допустим, 30, 40, 50 грамм, как положено по инструкции, растворимого удобрения, того же кристаллона. Тщательно перемешать, долить воды до необходимой метки, до 10 литров, и обработать наши сады. Таким образом, вы серьезно экономите свои силы и свое время, но результат получается тот же. На этом у меня все. С вами была Юлия Кондратенок, кандидат в сельскохозяйственных наук, селекционер-фитопатолог. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши сюжеты, задавайте вопросы. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!